Добрый день, уважаемые эксперты! Меня зовут Недореза Фрейдери. Разрешите представить вашему вниманию работу на тему арт-фильтров в социальных сетях как самоискажение восприятия. Актуальность нашей работы обусловлена тем, что дополненная реальность получила широкое распространение в социальных сетях. С каждым годом число людей, использующих арт-филтров, растет. Какое влияние оказывает на подростков малоизучено. Цель исследования. Изучение влияния использования арт-филтров в социальных сетях на самооценку подростка. Гипотеза. Использование арт-филтров в социальных сетях негативно влияет на самооценку подростка. Задачу вы можете увидеть на экранах. Авиатура арт расшифровывается как Augmented Reality, что в переводе означает дополненная реальность. Суть технологии заключается в дополнении реального мира виртуальными объектами с помощью специальных устройств. Наиболее популярными соцсетями, где используются фильтры, это Snapchat, Facebook, Instagram, ВКонтакте и TikTok. Используются такие эффекты, как лицевой фильтр, бьюти-маска, фейс-трекер, трекер рук и тела, маска за меморфона, маска-рандомайзер, тематическая маска, маска-покошечник и сложный арт-эффект. Наше исследование состояло из двух этапов на базе Google СОЖ номер 4. На первом этапе нашего исследования был проведен опрос с помощью Google Form, учащихся в возрасте от 10 до 17 лет, целью которого явилась оценка степени влияния арт-фильтров на подростков в нашей школе. В опросе участвовало 32 человека. Опрос также состоял из 9 вопросов. Второй этап нашего исследования. Мы провели тестирование учащихся, предварительно разделив их на две группы, по каждой по 10 человек, от 15 до 17 лет. Первая группа активно использует в своих соцсетях арт-эффекты, вторая – нет. Для этого мы выбрали тест на самооценку тембру Минштейна. Анализируя данные теста, можно сделать вывод о том, что у представителей первой группы, которая использует фильтры и маски в социальных сетях, несколько ниже показателей по всем параметрам, критериям, чем у второй. Особенно место занимает внешность и уверенность, что может говорить о снижении самооценки учащихся и отражается на восприятии себя по-другому. Заключение. Среди учащихся нашей школы большинство используют эффекты на своих страничках. В основном это девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Хотя и парни, как оказалось, тоже применяют. Наиболее популярными соцсетями среди молодежи считаются Инстаграм, Снэкчат и ТикТок. С помощью фильтров учащиеся применяют на себе разные образы, изменяя свою внешность, скрывают недостатки на фото или видео и вообще чувствуют себя уверенными и замазками. Прорисывая свою или чужую ленту в соцсетях, подростки положительно относятся к фильтрованным фото и видео. Либо вообще не придают этому значения. У учащихся использующих R-эффекты незначительно снижены показатели по таким параметрам, как здоровье, характер, ум, способности, авторитет в отличие от своих сверстников. Низкие показатели внешности и неуверенность в себе дают нам право говорить о том, что у подростков низкой самооценкой искажается восприятие себя. Подводя итоги, можно сказать, что чрезмерное увлечение масками и фильтрами с заполненной реальностью влияет на самооценку и восприятие себя, что в дальнейшем можно привести к развитию комплексов по поводу своей внешности. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.